На улице Героев Тихоокеанцев две молодые мамы не поделили дорогу, их машины не пострадали. Два автомобиля под управлением молодых женщин движутся навстречу друг другу по узкому участку улицы имени Героев Тихоокеанцев. В районе дома номер 16 их пути пересекаются, при том что обе водительницы сделали все, чтобы избежать столкновения. Однако ширина дороги и состояние проезжей части не позволили им увернуться друг от друга. Версии по поводу причин произошедшего в общем совпадают. Различаются они лишь в определении виновного. Я ехала, поднималась к своему дому, проезжала Героев Тихоокеанцев 22. Анна спускалась с почты. Я видела, что Анна ехала, а она объезжала вот эту вот яму, вот это препятствие. И я также, ну я поднималась, и получается она притормозила, где люк, и вот мы тиранулись. Получается я не доехала и она не доспустилась. Спускалась с почты, передо мной препятствие, две ямы, обычно на нашей дороге. Препятствие объехало, девушка в этот момент увидела, что девушка поднимается, объехала препятствие, встала. То есть остановилась, она начала, ну дальше стала продолжать проезд. Я не смогла проехать дальше, потому что там канава, колодец, открытые провода. Притормозила, она во время подъема тиранула. Говорить о повреждениях автомобилей даже не приходится. Что Приус, что ВИЦ от встречи друг с другом не пострадали. Пожалуй, даже напротив, стали чище местами, теми, что соприкоснулись. Однако разъехаться дамы не спешат. Упорное нежелание водителей признавать свою вину приводит к тому, что вызваны для верности и сотрудники ГАИ, и аварийные комиссары. Главными пострадавшими можно смело считать водителей, никак не принимавших участия в аварии. Однако вынужденных делать большой крюк, чтобы объехать место ДТП. Поскольку две аварийные машины плотно закупорили проезд к целому микрорайону.